МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ У каждого есть родина своя, у каждого есть маленькое солнце. На родине заботы не томят, на родине и радость не поётся. У каждого есть родина своя, у каждого есть дом, где он родился, а где родился, там и пригодился, вот так у нас в народе говорят. У каждого есть родина своя, а родина солгать не позволяет. И если я встречаюсь с негодяем, то родина мне силы умножает. У каждого есть родина своя, а родина для каждого святая. Россия действительно очень велика, необозримы и прекрасны ее просторы. Но самое прекрасное — это народ. Тот, кто пашет землю, строит дома, владеет техникой, развивает науку, создает будущее и всегда готов встать на защиту Родины. Чтобы беззаветно любить свою страну, надо знать ее историю, героев и их великие подвиги, ценить и понимать красоту, созданную и завещанную предками. Человек постепенно заселял земной шар, осваивал новые территории, а в последние десятилетия огромную роль играет мобильность людей, не связанная с изменением постоянного места жительства. Люди во всем мире, в том числе и россияне, стремятся увидеть мир. Кто-то уезжает, а кто-то приезжает. То есть происходит постоянное перемещение населения или миграция. В географической литературе нет единого взгляда на содержание понятия миграции. Некоторые зарубежные авторы к миграциям относят любые перемещения населения. В российской науке под миграцией понимают перемещение населения из одного населенного пункта в другой со сменой постоянного места жительства. Люди, совершающие миграцию, называются мигрантами. Лица, переселившиеся за пределы страны — эмигранты, переселившиеся в данную страну — иммигранты. Разница между численностью первых и вторых называется миграционным сальдо, которое непосредственно влияет на численность населения страны. В свое время Россию покидали известные люди. Так, с 1917 по 1930 годы из страны эмигрировали Иван Бунин, Александр Куприн, Владимир Набоков, Марина Цветаева и многие другие. Будучи за границей, эти люди сохраняли любовь к родине, были настоящими патриотами своей страны. Сергей Есенин, оказавшись за границей в качестве путешественника, ощутил тоску по родине и выразил ее в строчках стихотворения. «Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом Теплет матери старой грусть. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде, Словно яблонный цвет Седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, Долго петь извинеть пурге, Стережет голубую Русь Старый клён на одной ноге. Я знаю, есть радость в нем Тем, кто листьев целует дождь, От того, что тот старый клён Головой на меня похож». У Марины Цветаевой была очень сложная судьба. Несколько лет ей пришлось прожить За границей в эмиграции. Однако свою любовь к родине Она пронесла через все беды, Выпавшие на её долю. За границу ей пришлось уехать, Чтобы быть вместе с мужем, семьёй. Но там ей было всё чуждо. Марина была очень одинока. Именно там она создала Своё замечательное стихотворение «Тоска по родине». «Всяк дом мне чужд, Всяк храм мне пуст, И всё равно, и всё едино, Но если по дороге куст встаёт, Особенно рябина». Почему люди мигрируют? Главная причина миграции — экономическая. Люди едут в другие страны и районы В поисках работы, трудовая миграция, Едут в места с более высоким уровнем жизни И заработной платы. Наряду с этим люди могут менять места жительства По политическим, национальным, Религиозным, экологическим и другим причинам. Выделяют внешнюю, за пределами одной страны, И внутреннюю, в пределах страны, миграции. В районах притока мигрантов Увеличивается население, Так как мигранты в основном люди Молодого и среднего возраста. Увеличивается число браков, Повышается рождаемость. Доля пожилых снижается, Идёт уменьшение смертности. Появляется возможность открыть Новые предприятия. Миграция бывает нескольких форм. Общественно организованная, Неорганизованная. Примером общественно организованной миграции Может быть паломничество. Это путешествие к Святой Земле И другим географическим местностям, Имеющим сакральное значение для веры, С целью поклонения и молитвы. Примером паломничества Является путешествие к озеру Светлояр, Что находится в 147 километрах От Нижнего Новгорода И в 70 километрах от горы Семёнова. Озеро находится на окраине Села Владимирское Воскресенского района. Также миграцию принято классифицировать По причинам перемещения. Так миграция может быть Экономическая, социальная, Культурная, политическая, военная. Используется классификация по стадиям. Принятие решений, Территориальное перемещение, Адаптация. В районах оттока мигрантов Уменьшается доля молодого населения, Снижается рождаемость, Увеличивается смертность, Происходит старение населения. В таких регионах приходится Тратить больше средств На лечебные учреждения, Выплаты пенсий. Налогов в бюджет поступает Гораздо меньше. Отмечается нехватка трудовых ресурсов. Естественный прирост снижается, Характерно естественная убыль, Депопуляция. В истории России были И насильственные переселения, Депортации. До 1917 года остров Сахалин Заселялся с ссыльными. В 1930-1932 годах Осуществлялась высылка Раскулаченных крестьян в Сибирь. В конце 30-х было репрессировано Дворянство, интеллигенция. В 1937 году корейцев переселяли Из Приморья в Среднюю Азию и Казахстан. В 1939-м перемещали поляков в Сибирь. В 1941-м перемещали немцев в Казахстан, Среднюю Азию и Сибирь. В 1943-1944 годах переселяли Калмыков, крымских татар, чеченцев, Балкарцев, греков в Среднюю Азию и Казахстан. В 1956-1957 годах народы Северного Кавказа возвращались домой. В 1989-м произошло возвращение Крымских татар на историческую родину. Всего во время сталинских акций, которые теперь называют депортациями, 13 народов Советского Союза были полностью выселены со своих исконных территорий и почти наполовину уничтожены. Переселения всегда сопровождались осложнением межнациональных отношений, которые проявляются и в современный период. В первом квартале 2010 года в территориальных органах Федеральной миграционной службы России статус вынужденного переселенца или беженца получили 853 человека. В первом квартале 2009-го — 2516 человек. Но это количество резко возросло после событий, связанных с военными действиями на Украине. Из-за этого на территорию России ежедневно прибывали десятки тысяч беженцев. Отдельно необходимо сказать о таком виде миграции, как утечка умов или утечка мозгов. Процесс массовой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают специалисты, ученые и квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, религиозным или иным причинам. Страны, принимающие и обеспечивающие специалистов-эмигрантов, приобретают огромный и дешевый интеллектуальный капитал. Это серьезная проблема с точки зрения национальных интересов России. Правительству необходимо создать экономические условия для сокращения эмиграционного оттока и сохранения научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала страны. Ежегодно в Россию на заработки приезжает 20 миллионов трудовых мигрантов, среди которых 10 миллионов трудятся нелегально. Ущерб от трудовой деятельности нелегалов можно оценить в 200 миллиардов рублей. В 2006 году принят закон, значительно упрощающий трудовую миграцию из государств, граждане которых въезжают в Россию без виз. В частности, для приема такого иностранного гражданина на работу, работодатель не должен получать предварительное согласие Федеральной миграционной службы. Имеются две противоположные точки зрения на привлечение иммигрантов. С одной стороны, привлечение мигрантов повышает конкурентоспособность российской экономики за счет более дешевой рабочей силы. Подсчитано, что для поддержания численности населения на одном уровне необходимо привлекать не менее 700 тысяч иммигрантов в год. Для сохранения численности трудоспособного населения, что важно для экономики, нужно не менее миллиона мигрантов в год. Чтобы удержать экономический рост и рост благосостояния населения, Россия до середины века должна принять как минимум 20 миллионов иммигрантов. С другой стороны, приезд малоквалифицированных мигрантов увеличивает долю населения с низкой квалификацией и низкой оплатой. Экономический рост в долгосрочной перспективе может происходить только за счет повышения производительности труда, то есть за счет роста квалификации, повышения уровня оплаты труда и покупательной способности населения. России нужны люди, трудовые ресурсы, чтобы развивать и поднимать экономику огромной страны на более высокий уровень. Но для того, чтобы люди переселялись из одних мест проживания в другие, необходимо создать благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и развития подрастающего поколения. Главное — любить свою страну, надеяться, верить и трудиться на ее благо. Как говорил Эрнест Хемингуэй, величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом. Единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень.